привет друзья здравствуйте воскресенье сегодня домашняя такая обстановочка не обессудьте я решил немножечко записать я не скажу что эта работа для меня это удовольствие да мой канал это хобби но очень приятно осознавать тот факт что мое хобби то чем я занимаюсь с удовольствием приносит мне результат в том числе и финансовый и самое главное я помогаю людям для меня это важно без пафоса без каких-то накруток эмоциональных кто не согласен кто думает что я наоборот приношу вред своей деятельностью людям напишите в комментариях не стесняйтесь ну а те кто считает так же как я говорю тоже пожалуйста отпишитесь не скрываю для честности для продвижения канала это очень полезно не забывайте лайки ставить вообще активность на канале очень важна и важно в первую очередь не для канала а для людей которым нужна помощь отвечаем кто там у нас на луке кармане точку в избежание повторных звонков дождитесь ответов да дождемся алло алло здравствуйте здравствуйте но она сейчас на съемках на каких съемках ну вы куда звоните я ее продюсер вы откуда телефон за директор программный продюсер да кто вам дал телефон я как у какой телефон вы набираете вы кто такая по какому вопросу вы звоните мне службе безопасности звонок перевести я сейчас могу службе безопасности звонок перевести кто вы такая номер продиктуйте куда перезвонить еще раз повторяю зачем цель звонка еще раз повторяю если что-то непонятно было в моих словах его продюсер директор программный она сейчас на съемках в прямом эфире дмитрий евгеньевич цель звонка вашего и делать нечего больше заниматься не чем кому-то перезванивать что и предложить хотите а чё тогда звоните сюда занятому человеку зачем вы звоните у него на год вперед расписано жизнь не эмоционируйте не надо эмоционировать гастроли это не ваше дело вы зачем сюда звоните безумная какая-то особь честное слово не звони сюда больше и скажи своему доктору чтобы он больше телефон не давал а еще лучше чтобы закрыл тебе в такую специальную палату где мягкие стены как зовут твоего доктора давайте подождем еще кого-нибудь из псих лечебницы долго ждать не приходится это воскресенье алло вас здравствуйте ух ты ну не сейчас она на съемках не сейчас она сейчас на сцене на съемках а она вам кем приходится это ваша коллега с работой ну я не знаю я продюсер ее как смотрите а вы по какому вопросу звоните ну звоним по поводу ее отношения с почтабанком вы не в курсе она вам ничего не поясняла сейчас подождите посмотрю а вы рекламу заказывали у нас сейчас подождите я понимаю почтабанк да сейчас подождите почему она лично не звонит у нее специальная команда людей есть директор продюсер вы мне можете говорить что у нас там с вами прописано в планах что-то какая информация да она не звонит не тот калибр вы чё вы хотите чтобы мы с вами расторгли все отношения вы вообще кто такая вы за рекламу отвечаете почтабанке какая реклама ну вы звоните известному знаменитому человеку вы что обезумели что так передайте своему руководству что более с вами она сотрудничать не будет я как директор ее заявляю вам или пускай звонят вменяемые люди да мне все равно услышала ты кого-нибудь или не услышала передай информацию своему руководителю кто там заказывает у нас рекламу что более мы с вами не сотрудничаем ясно слышно меня подождем да ребят очень много дебилов это ну я всегда об этом говорю в очередной раз подтверждение какие идиоты честное слово и знаете вот я заметил вот в ролик выходит примерно в первые сутки от 5 до 10 дизлайков вылетает и всегда у меня и не только у меня у людей вопрос кто вы такие я понимаю что есть недоброжелатели у меня ну ставьте ставьте свои эти пальцы вниз кстати говоря друзья в очередной раз предлагаю продемонстрировать наше преимущество сколько лайков вот и сколько дизлайков а те шлепки которые не понимают как жизнь устроена пускай посмотрят разницу алло ну не хотят сейчас я объясню те кто недавно на нашем канале компания аля мы ведущий юридический оператор на территории россии я руководитель этой организации да и я принципиально не выхожу в эфир вот так вот на съемки в галстуке редко это делаю потому что с самого начала нашей деятельности я пытаюсь людям доказать что я такой же человек как и вы все и нет никакого ложного пафоса в моих движениях деятельности когда хочу тогда я выхожу к вам на связь и рассказываю о нашей деятельности а деятельность наша заключается в том что мы создаем условия когда вашим кредиторам выгодно отказаться от претензий несколько раз говорил в очередной раз повторю если вам какой-то юрист говорит что он спишет вам долги то пожалуйста бегите подальше от этого юриста списать долги вам может только кредитор а грамотный юрист или организация юридическая может создать условия когда вашему кредитору выгодно отказаться от претензий а что же все таки вы сейчас видите сейчас мы эксплуатируем бесплатную услугу переадресация любой наш клиент заключивший с нами договор может воспользоваться этой услугой совершенно бесплатно то есть в наших условиях в условиях сотрудничества прекращение всех взаимоотношений с вашим кредитором в том числе и финансовых то есть когда вы заключаете договор основная задача ваша прекратить платить в банк вообще то есть не копейки в том числе огромная просьба наша перестать общаться то есть все общение переходит на нас у нас целый колл-центр сотрудников наших собственных юристов которые сидят на переадресации наш клиент если видит нежелательный звонок он просто нажимает сброс перед этим ему отправляют специальные настройки с инструкциями как настроить переадресацию на какие цифры и звонящая сторона вот сейчас данный момент не слышит сброса то есть если бы и вот я сейчас принял звонок если бы он сам не сбросил то он бы услышал продолжение гудков и потом бы с ним уже говорил я но я не правильно сказал не гудки там идет рингтон рингтон что они дозвонились туда-то туда-то компания лям то есть все по-честному не просто гудок а идет рингтон где мы говорим о том куда они дозвонились естественно в большинстве случаев они сбрасывают неправильно думать что наши сотрудники точно так же как я сейчас разговаривать с коллекторами очень часто меня просят пришлите пришлите как ваши сотрудники разговаривать друзья я вам могу продемонстрировать как наши сотрудники разговаривают с коллекторами вот сейчас давайте так это жесткая инструкция по-другому сотрудник разговаривать не будет сейчас ждем звоночка я вам продемонстрирую как отвечает сотрудник на звонки изыскателей коллекторов кого бы там не было ждем сейчас будет звонок и вы поймете это я уже часто так вот себя веду чтобы контент для канала создать естественно у нас звонков поступает вот вы видите идут идут это сейчас выходной при том при всем это только с одного номера у нас три номера дается для переадресации смотрите дай бог чтобы он услышал алло компания лям его слушаю вас не слышно да знакомый это наш клиент по какому вопросу что у вас за информация все что вас интересует все что вы хотите передать нашему клиенту пожалуйста изложите на бумаге отправьте по почте россии заказным письмом на адрес который она указала в договоре можете не делать а личную информацию наших клиентов мы не разглашаем у вас есть еще вопросы до свидания ну надеюсь друзья понятно да вот именно так алло понимаете да именно так наши сотрудники разговоре дается ровно 30 секунд на разговоры естественно никто не тратит драгоценное время на какие-то там разглагольствование там не можно так сделать потому что мне для вас нужно предъявить доказательства невменяемости безмозглости звонящей публике а для чего не для того чтобы их опустить это не в первую очередь и для того чтобы люди проснулись сделали это как можно быстрее и как можно большее количество людей это сделала я имею виду проснулись открыли глаза включили мозги и поняли что звонок никакого фундамента юридического под собой не несет вы не обязаны никому отвечать если не хотите этого делать все что им необходимо если у них есть какие-то претензии они должны просто изложить на бумаге и отправить оппоненту вот и все оппонент уже хочет отвечает хочет нет если не ответил то пожалуйста пожалуйста подавайте в суд и в суде взыскиваете через суд взыскиваете с помощью законных методов а все остальное это психологическое давление рассчитано на страх клиента откуда возникает страх у человека внимание от незнания от неизвестности именно в темной комнате человек больше боится чем освещенной также наш мир устроил чем темнее ваша голова тем крепче вы спите тем вам страшнее аллах я вас слушаю здравствуйте интересно знать вы специалист по работе с коллекторскими агентствами по работе с коллекторскими агентствами а вы инспектируете деятельность коллекторов правильно понимает ну и чё а зачем это зачем вы это вообще делаете для чего есть законные методы коллекторы всем известно коллекторы это скажем так вспомогательная структура как правило действующая незаконно и рассчитывающая кстати как и вот вы сейчас звоните рассчитываете на что психологически поднадавить и на человека а в чем суть где фундамент юридически в ваших звонках кроме голоса ничего да но это вас он регламент и понимаете 230 федеральный закон существует для того чтобы ограничивать вас контролировать вас коллекторов и службы взыскания в деле взыскания да он ни в коем случае не обязывает ни к чему должников и клиентов банка 230 федеральный закон написан для вас регламентируют так а суть в чем вы знаете коллектор вот вы работаете в организации вы знаете что коллекторы работают незаконно вообще да а вот вы когда передадите коллектором что вы в первую очередь сделаете скажите пожалуйста обязаны сделать на основании 230 федерального закона течение 30 дней после уведомить как уведомить а хоть раз в письменном виде по почте россии вы сейчас как сотрудник банка это подтверждаете верно да а как вы думаете уведомление по sms актуально а уведомление в каком-нибудь личном кабинете или уведомление самим коллектором это актуально вот сами ну вот видите вы удивляетесь как сотрудник подождите вот вы нормальный человек вот я слышу по голосу вы готовы к диалогу это очень важно вот вы по работе там с коллекторами то есть вы изначально вроде как все правильно делаете не вникая в то что потом делают коллекторы ну начнем с того напомните пожалуйста ваше имя отчество мне очень приятно с вами просто пообщаться такое редко бывает и я все-таки буду честным скажу вам чтобы вам было проще не знаю насколько вы дальше там решите продолжить разговор если у вас есть ну скажем чувство уверенности в правоте своей то я думаю продолжить если нет вы положите трубку я правозащитник и руководитель организации в которую обратился тот человек кого вы сейчас разыскиваете и она нажала на кнопочку сброса исключилась переадресации вы сейчас говорите с руководителем одного из крупнейшего юридического оператора на территории россии компания лям меня зовут кузнецов дмитрий евгеньевич пожалуйста напомните как ваше имя отчество андрей алексеевич давайте вот вот вы нормально я чувствую нормально чего какой банк альфа банк кстати это редкость это редкость что с альфа банка звонят начинают кричать какую-то чушь как правило ваши коллеги и не дают слова сказать вот у меня к вам простой человеческий вопрос да вы в принципе делаете все но более или менее законно до этапа взыскания вашими так называемыми помощниками но они имеют ли право они начать взыскивать не убедившись что банк уведомил естественно вы не уведомляйте лично вы этого не делаете потому что это не входит в вашу зону компетенции отлично вы персонально я вам открою большой секрет точнее тоже давным давно не секрет мы обслуживаем у нас уже несколько тысяч клиентов на обслуживании посмотрите загуглите что такое компания аля мы на ютюбе и в интернете как таковом все есть видно очень до какой степени мы востребованы так вот у нас вообще нет прецедента вообще из до тысячи наших клиентов ни один ни разу не было такого чтобы банк кредитор первоначальный кредитор уведомил официально должника переуступки более того вот эта переуступка происходит по несколько раз одни коллекторы не справились другие как-то понимают получают эту информацию вот как это как вы это воспринимаете как человек пытающийся создать себе какую-то карьеру жизнеутвердиться как мужчина в конце концов понимаете существует биржа должников биржа должников элементарно ресурс интернет-ресурс и он не один при определенной степени интернет-компетенции там может зарегистрироваться любой человек и получить начальную информацию о любом должнике банка понимаете все разбазаривается налево направо и 230 федеральный закон хоть он и регламентирует вот эти вот способы взыскания он игнорируется точно так же успешно всеми коллекторами и самое главное первыми кредиторами то есть никаких уведомлений нет и кредиторы просто раздают налево направо информацию в том числе и о наших клиентах и вот эти звонки несут себе только психологическое давление все как вы думаете это это справедливо по отношению к людям да не я вам совершенно категорично задал вопрос вы же не можете мне ответить я отношусь и хорошо и плохо к этому есть четкая констатация того что банк в первую свою очередь не исполняет закон о банках и банковской деятельности то есть игнорируют термин банковская тайна разбазаривая данные о должниках и второе коллекторы пользуются это этим очень активно и совершенно спокойно передают из рук в руки данные должников и я вам говорю со всей опять же ответственностью заявляю что одного человека может за год продолбить пять-шесть коллекторских контор совершенно безнаказанному конечно если человек молчать будет наши клиенты не молчат точнее мы за них не молчим и все-таки дело не вас не в нас а вот у вас 230 230 склонять надо верно да нет неверно 230 горить да 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 все все это я подтверждаю я очень хорошо не 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 смотрите мы для чего здесь существуем я простите вас перебью если у банка есть предложение то пожалуйста ну что нету позвонили предупредили что ждите пожалуйста письмо изложили на бумаге все я сейчас вот скажу как сделать правильно законы и почему так нужно сделать вторая часть моего повествования будет на бумаге печать организации четкие конкретные цифры и отправили человеку человек принимает условия акции начинает приходит к вам или там наш наш человек приходит от имени этого человека мы подписываем документы и начинает он платить и все у банка не остается возможности обмануть человека но представьте себе такую ситуацию что в десяти случаях из десяти случаев когда такие акции предлагаются эти акции ну в большинстве в принципе 100 процентах случаев не исполняются со стороны банка то есть человек начинает платить какие-то предложенные цифры там меньше больше а потом ему говорят слушай да ничего не было как минимум а то невнимательно прочитал или еще чего-нибудь как правило сити реструктуризации это обман ну рефинансировал ну рефинансирование хорошо 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 отлично огромная просьба от имени нашего клиента на бумаге изложите все условия и на адрес который есть у вас естественно у вас есть пожалуйста отправьте заказным письмом она его нам перешлет мы рассмотрим и если действительно выгодно если это действительно действительно несет в себе какой-то фундамент я повторюсь юридически и целесообразность мы и обязательно порекомендуем пойти навстречу мы существуем не для того чтобы бороться с банками мы вообще не против банков и банковского бизнеса мы против беспредела который происходит вот в формате взыскания если мы этот беспредел наблюдаем мы изо всех сил противостоим этому беспределу вот и все а если нет беспредела только наоборот поддерживаем деятельность закону но я уверен я сейчас не вас пытаюсь просто но вы человек не способны влиять на движение в банке поверьте то что вам сейчас написали сказать это все равно не сработает даже если нам пришлют эти документы мы там в любом случае найдем кучу для нас не подводных камней очевидны очевидного обмана не первый раз мы это уже видим и слышим поэтому мы своим клиентам и говорим не ведитесь только после консультации с юристами все эти реструктуризации рефинансирование рассматривайте но мы еще ни разу ни одного рефинансирования и реструктуризации не одобрили мы предлагаем всем кредиторам обращаться в суд в связи с тем что вот не может человек платить нашей стране нет долговой тюрьмы понимаете это нарушение договорных отношений всего-то навсего гражданские взаимоотношения цивилизованный конфликт состязательный процесс и будет всем счастьем я надеюсь вашей организации будет серьезное кардинальное штатное изменение и таких сотрудников как вы будет все больше и больше спасибо вам большое удачи вам знаете друзья ничего он не нормальный это я просто специально ну так вытащил просто если бы я начал говорить с ним так как я привык гореть он бы все равно не выдержал начал бы нести околесицу ахинея никакой он там ненормальный сотрудник такой же заточенный безмозглые сидит чурбан и все поверьте просто я вы видели говорил то я больше ему него не давал возможности начать нести ахинею легко можно было сейчас услышать это ахинея минут на 20 поэтому еще раз если бы я ему не представился что я юриста вот просто бы начал как обычный человек с ним пытаться разговаривать ахинею бы вы услышали очень много поэтому я сделал так вот ход для вас показал им их беспомощность в этом смысле алло для соединения с оператором оставайтесь у меня здравствуйте здравствуйте это ООМ какая у нас финансы и дело отыскания о елена можно поговорить зачем вам у меня необходимости поговорить по поводу финансовых обязательств нашей компании а со мной разговариваете простите с вами я не буду разговаривать хорошо кладите трубку мы ей звоним не вам ну и что я взял отлично передайте ей тогда пожалуйста пусть нам перезвонит до свидания примерно так может тоже наш кол-центр разговаривать на самом деле у них вы понимаете если бы у них под их звонками действительно какой-то фундамент основа то уж поверьте что-то бы они придумали в своих скриптах чтобы мотивировать человека на продолжение разговора эти звонки запомните несут в себе только лишь желание психологически надавить на то что человек вот не понимает что происходит и вот эти вот чурки с той стороны которые звонят они точно так же думают им внушили вкрутили в ухо что они очень важны что они правы что они никакой закон не нарушают что раз ты должен то ты должен отдать они такие все великие помощники и правдорубы у них мозгов не хватает сообразить вот они так себя ведут слушайте очень часто у нас на канале видно как они начинают разговор да вот какой голос интонации и потом как они начинают блеять мычать когда понимают что ничего не получилось а их учат в скриптах мне много очень присылали да и вы друзья наверняка многие из вас кто слушает сейчас меня смотрят знаете это у них четко в скрипте нужно им рассказывают как нужно каким голосом какие интонации выдерживать но мне всегда так забавно в процессе разговора вот когда в самом начале вот эти вот такие вот нотки там типа такой-то такой-то звонить там и вот через минуту он уже начинает заикаться он начинает какую-то там штампованную ахинею шлепать а вы там в зеркало посмотрите водички попейте там выездные группы вот эти там и все остальное когда больше всего меня потешают называют людей которые с ними так разговаривают диванными героями а вы кто как еще с вами вы ни один ни один из вас ни разу еще на моей памяти не согласились на встречу естественно мы будем в вашем ваших глазах диванными героями но если вы остатки мозга включите я сейчас коллектором этим обращаюсь то вы поймете что герои те самые диванные кресельные это вы я так допустим с удовольствием взял интервью какого-то человека коллектора этого напрямую при личной встрече но нет же никогда вы не приедете при том при всем что найти меня не сложно все знают кто хочет все легко узнают где мы находимся у нас мы принимаем у нас офисы несколько офисов больших и мы принимаем людей консультации проводим и кто у меня был много раз и меня встречали я конечно не сижу на одном месте очень часто я видел как мои юристы проводят консультации я заходил там здоровался все меня видели а никогда ни от кого не скрывался и не собираюсь этого делать более того я открыт для встречи с этими всякими вот коллекторами мне очень интересно с чем вы ко мне придете очень интересно ну ладно друзья я думаю что на сегодня хватит все что я хотел вам сказать я уже давно сказал в сегодняшней встрече повторил тем кому нужна юридическая защита пожалуйста обращайтесь повторю мы не только банковским беспределом занимаемся любыми формами гражданских взаимоотношений все информации есть у нас на сайте рекомендую защита прав потребителей семейные споры банкротства физических лиц абонентское обслуживание по созданию условий когда вашим кредиторам выгодно отказаться от претензий это разные вещи банкротство и абонентское обслуживание разные вещи также вы можете записаться на бесплатную консультацию если вы находитесь в Санкт-Петербурге в группе ВКонтакте ссылка есть в описании ролика вы можете зайти и увидеть форму для записи если у вас есть вопросы вы можете позвонить нам на телефон на сайте если не дозвонились в форме на сайте можно оставить пару слов в описании вам перезвонит наш сотрудник и обязательно поговорит с вами если вы конечно же возьмете трубку на любую тему связанную с проблемами именно юридического характера проконсультируйте совершенно бесплатно только пожалуйста берите трубки это важно ну и тему когда вы пишете тему там банкротство защита прав потребителей семейные споры не знаю трудовые споры защита от беспредела коллекторов какую-то ну от себя чтобы было понятно чтобы специалист понимал какой вам перезванивать чтобы потом наше с вами время не было потрачено когда вот мы будем передавать трубку одному специалисту другому это не нужно ну и конечно же друзья мои подписывайтесь на канал не забывайте ставить лайки те кому хочется сильно поставьте поставьте дизлайки вот эти вот дизлайки но все таки я за лайки с вами был Кузнецов Дмитрий Центр юридической защиты компания Аля всего хорошего вам друзья счастья здоровья и финансового благополучия вам и вашим близким пока до новых встреч не бойтесь никого просыпайтесь включайте мозги